Добрый день, зрители канала Марина Цветы! Сегодня у меня заключительное видео о том, как подготовиться к выращиванию рассады, какие купить лампы. Лампы я рекомендую вам обратить внимание на компанию Минифермер. Это фитолампы. Поговорили мы с вами о разных спектральных лампах. Если вы случайно зашли на это видео, пожалуйста, на канале Марина Цветы в плейлисте «Аксессуары для сада-огорода» я рассказала по всем видам лампы отдельную информацию. Вы должны определиться с тем, какие вы себе ставите цели, задачи, выращивание зелени или овощей. И вы сможете очень легко принять решение, какую лампу себе купить или какой набор ламп. Или если вы хотите сделать прекрасный подарок для своих дорогих друзей, для любимых, может быть, родителей, может быть, просто для соседей вы хотите удивить, или вы просто хотите начать профессионально заниматься даже маленьким-маленьким бизнесом, выращивая зелень на продажу ранее весной, выращивая цветы декоративные, цветочие. Но, конечно, наша основная задача – это обеспечить свою семью и своих близких хорошим урожаем овощей. Сегодня я подвожу краткий итог о выборе фитоламп. Это будет заключительное видео перед тем, как мы начнем выращивать рассаду. И уже в процессе даже посева семян начала вегетации, мы уже с вами будем знать, какую лампу использовать и какой мы должны ожидать результат. Используя фитолампу определенного спектра не в тот период вегетации, вы не получите хорошего результата от своих растений. И я очень много времени посвятила для того, чтобы объяснить вам, какую лампу мы используем в определенный период. Это видео будет поведение итогов. И я немножко пробегусь пару слов о том, когда мы начинаем выращивать рассаду семян. Чтобы у вас не получилась проблема в начале выращивания растений, мы должны с вами использовать преобладание белого спектра. Этим обладает лампа Фул. Сейчас мы ее заменим и поговорим о ней. Эту лампу хорошо использовать в тот период, когда мы только с вами семена посеяли. Есть разный срок прорастания семян. Семена мы обычно накрываем целлофаном или стеклом. И иногда бывает так, что вы не видите, когда проросли семена. И бывает такая ситуация, что семена проросли и сразу погибают. Это может быть причина черная ножка. Это может быть причина грибковых вирусных заболеваний. Это может быть проблема грунта, проблема полива, проблема температурного режима и проблема фотосинтеза. Проблема светового дня. Высаживаем мы рассаду достаточно рано. Кто-то с января и практически до апреля месяца. Это очень короткий световой день. Да, рассада, которая находится на подоконниках, может в какой-то период времени получать лучи спектральные, из пасмурной погоды и перерабатывать фотосинтез. Но этого очень мало. Очень-очень мало. И если вы ставите перед собой задачу хорошо прорастить семена и получить в начальной фазе хорошее растение, крепенькое, не вытянутое, чтобы оно у вас не упало, чтобы не было черной ножки, я вам советую использовать лампу, которая называется Full. Здесь подобрано соотношение спектра. Шесть лучей белых, шесть лучей красных. Белый спектр прилавляется растениями и используется вот в этой фазе прорастания, начала роста. Очень хорошо. Красный цвет будет помогать нам от грибковых заболеваний, от черной ножки и даст возможность растению уже вырабатывать хлорофилл, о котором мы с вами говорили в предыдущем видео. А хлорофилл это и служит питание растению и укрепление иммунной системы. Поэтому лампу Full мы используем при проращивании семян в самой начальной фазе вегетации. Вот. Это короткая информация, подводящая итог, а более расширенная по растению вы посмотрите непосредственно в видео о лампе Full. Дорогие друзья, следующую фазу, в которую у нас переходит растение, это набор зеленой массы. Более того, растения, многие, уже начинают формировать так называемую фазу цветения и плодоношения уже после третьего междоузлия. Это относится к перцам, к баклажанам, к томатам, к помидорам детерминатных. Будет отдельное видео о семенах помидора, но это очень важно. И вот только ваши растения проросли семена. Почему я сейчас вам демонстрирую несколько ламп? Потому что практически, купив эти все лампы, вы можете поэтапно растения переставлять. Начинать с лампы Full, замачивания семена, проращивания. А я буду проращивать семена даже не в земле. А в прошлом году мы с вами проращивали и методом кипятка, но это растение ослабевает. А вот методом просто горячей посадки мы пробуждаем гормон роста, получаем уже проклюнувшие семя дольки, высаживаем в грунт. И вот именно в этот момент лампа Full будет изумительно в начальной фазе растения. Вторая фаза, это начинается рост растения и начинается формирование первых настоящих листочков. Вот здесь растение переходит с младенчества в фазу детства. В этот период, дорогие друзья, мы переходим с вами на другие спектры. Потому что если вы оставите вот белый спектр, только белый спектр, когда уже начинают образовываться настоящие листики, недостаток синего спектра будет влиять на то, что растение может у вас вытягиваться, а корневая система будет угнетена. Поэтому в начале фазы настоящих листочков уже мы добавляем синий спектр. Синий спектр присутствует у нас в лампе, которая называется Биоколор. В этой фазе мы с вами меняем лампу Full на лампу Биоколор. Вы не переживайте за то, что вы используете столько много ламп в период выращивания рассады. Дело в том, что посев семян производится в разный период, даже те же томаты, ранние, средние, поздние томаты, также самые перцы разной фазы цветения и плодоношения. И вот так вот, купив буквально три лампы, вы обеспечите все свои растения, рассаду, уже правильным спектром и хорошим выращиванием. Итак, мы меняем в фазе первого настоящего листика лампу Full, меняем на Биоколор. Здесь спектр более обширный, здесь присутствует синий спектр, дорогие друзья. Здесь у нас соотношение 9 красных ламп и 3 синих лампы. Красный свет, вы уже знаете, играет роль фотосинтеза, выработки хлорофилла. Хлорофилл у нас есть вида А и вида Б. Об этом мы говорили в предыдущих видео с фитолампами. Если вам интересно, вы прочитайте, для чего они нужны. Итак, в фазе синего спектра наши растения усиливают корневую систему. Это очень важно. Мы уже с вами не используем настольные лампы при выращивании рассады. Потому что рассада не только должна не вытянуться, быть тоненькая, светло-зеленая. Она еще должна иметь крепкую корневую систему. И как раз корневая система будет способствовать тому, что растение не вытягивается, а формирует хорошую корневую систему. Это может быть стержневая корневая система, это может быть мочковая корневая система. Плейлист о семенах, о рассаде, например, о выращивании перца. Мы с вами дискутируем, что такое пикировка перца или что такое пересадка, перевалка перца. Это очень важно. Поэтому при перевалке перца, не пикировке, мочковая система растет очень хорошо, растение не вытягивается. Красный спектр, здесь 9 у нас ламп, 9 лучей, позволяет растению вырабатывать фотосинтез, хлорофилл определенный. И формирует хорошую корневую систему. Дорогие друзья, если вы занимаетесь бизнесом, огородом и выращиваете зелень, или, например, вы хотите сделать рассаду капусты, салата, петрушки, ну, все, что на зелень, так называемую, обязательно должен присутствовать синий спектр. Получается не только пышная зелень у вас такая, но и вкусного качества. Вкусовые резервы растение проявит максимально. Поэтому в этой фазе, используя фитолампу, мы используем биоколор при выращивании зелени, например, в начальной фазе. Это и редисочку мы говорим с вами, салаты, особенно капусту высаживаем. И синий спектр – это корневая система, которая очень важна в период зимы-весны, когда мы выращиваем. Красный у нас луч – это у нас уже фотосинтез, и растение готовится к цветению и плодоношению. Это очень важно. Подсветка происходит в течение 12 часов. Вы вырабатываете график подсветки растения, потому что они точно так же, как и дети, привыкают к режиму подсветки. Ночью мы растение не подсвечиваем, потому что днем идет набор света, фотосинтез идет. А ночью растение, все, что оно накопило в период дневного дня или использования спектральных ламп, перерабатывает в питание. И происходит рост, питание и закладка цветения и плодоношения. То же самое происходит у нас и в огороде на грядке. Вы все знаете, когда солнце, большая радиация, ветра, вот такая жара летом происходит. Растения угнетены, они вялые такие. А только подходит вечер, включается корневая система и растение оживает. Днем растение только поглощает световые спектры. Идет фотосинтез, выработка хлорофила идет. Ночью наши растения отдыхают, работает корневая система и переработка питания в полезные вещества, витамины, минералы. И растение правильно растет. Это очень важно. Практически такую подсветку вы можете оставить, биоколор, до момента, когда уже вы рассаду будете закалять. Это обычно март, апрель месяц, выносить на лоджии, веранды, террасы, в теплицы. Световой день уже увеличивается достаточно. И солнечного света может быть достаточно для наших уже растений. Даже в пасмурную погоду, обратите внимание, что растение может получить даже через облака определенные спектры и проработать. Но вот я, дорогие друзья, хочу вам показать очень приличную лампу. Она у нас не цокольная, а линейная. Вот такую линейную лампу мы с вами можем приобрести в компании Минифермер, если вы выращиваете в теплицах, на подоконниках, на стеллажах. Вам очень удобно. Здесь больше объем освещения. Лампы располагаются на высоту от 30 сантиметров до метра. Это самая оптимальная высота расположения и таких ламп, и линейных. Вот такая лампа даст больше объем светового луча, то есть шире будет. Эта лампа, конечно, будет ближе к растению для выращивания небольшого количества рассады. Я боюсь вам показывать лучи, но вот эта лампа имеет только красные лучи. Это как раз лампа хороша уже перед самой заключительной фазой выращивания рассады. Рассада не вытягивается. У нее будут крепкие стволики. Стволики будут напоминать как закалку. Они могут быть у вас бордовые, красноватые, фиолетовые. Не переживайте. Это воздействует спектра красного. Растение больше усваивает питание в определенной фазе. Несмотря на то, что мы в начальной фазе должны предоставить растению больше азота, а в период светения и плодоношения калия и фосфора, вот такая лампа помогает сбалансированно растению усваивать макро- и микроэлементы. Конечно, многое зависит от грунта, многое зависит от подкормки в этот период. Но я вам хочу сказать, даже используя вот такие вот лампы, иногда вы можете даже не подкармливать, не стимулировать растение, потому что фотосинтез обеспечивает питание растения через листву. Листовая пластина это у нас орган питания. Поэтому вот такая лампа линейная нам очень хорошо на заключительной фазе выращивания рассаду. А именно лампы вот цокорные такие, они хороши для того, что у вас маленькие контейнеры, но их очень много, и вам очень хорошо перемещать эту лампу. Заключительная фаза, короткая информация о лампе, которая называется у нас мультиспектральная. Вот она у меня подписана. Это удивительная лампа, о которой я сняла отдельное видео. Ей пользуются все профессиональные овощеводы и, главное, цветоводы. Ей пользуются профессионалы ландшафтного дизайна. Если вы хотите размножать хвойные растения, если вы хотите черенковать цветы, гортензии, пеларгонии, фуксии, синполии вы выращиваете, мультиспектровые лампы незаменимы для комнатного цветоводства и выращивания достаточно дорогих, эксклюзивных растений. Дорогие друзья, вы очень часто покупаете розы зимой на выставках в феврале месяце, а высадить ее можно только в мае или в апреле. И что же делать? Где хранить эту розу? Именно вот такая мультиспектральная лампа поможет вам довырастить растение до периода высадки в грунт. Это относится к георгинам, это относится к каннам, относится к каллам, это относится, если у вас растения на выгонке, гиацинты, тюльпаны, нарциссы. Особое внимание все, кто занимается бизнес, садоводство, цветоводство. Очень хорошо спектральная лампа, она имеет красный, синий, белый спектр в определенном соотношении. Фаза пиковое излучение идет и это помогает растению все время быть в тонусе. Мы с вами можем начеренковать розы практически в любое время года. Очень хорошо черенкуются розы, укореняются именно при использовании лампы мультиспектральной. Потому что наличие синего спектра, вы уже знаете, позволяет растению формировать колес и корневую систему в ранней стадии. Корневая система очень хорошо поглощает питание из грунта. Растение еще не имеет фотосинтеза во время чередкования. И растения отлично укореняются и хорошо себя чувствуют. Поэтому все, кто занимается укоренением, черенкованием, выращиванием эксклюзивных вот таких растений, бругмансия. Растения, которые могут не зацвести в первый год. Махровая бругмансия может зацвести на следующий год. Используя вот такие спектры в правильной комбинации, мы будем растения стимулировать к раннему цветению. Но мы говорим об экзотических растениях. Это будет очень важно. Поэтому, если у вас растут синполиидомы, узумбарские фиалочки. Если у вас растут орхидеи. Если у вас растут пестролистные растения, традинсканция. Фикус бенджамина. Плющевидные растения. Вот очень хорошо спектральная лампа для растений цветной окрасы. Такой, как барбарисы. Ну что у нас? Все пестролизное. То есть, если вы покупаете на выставках. Если вы заносите в зиму, например, крупнолистную гортензию. Какие-то растения со своего сада. Это может быть бугенвиле. Это может быть разные-разные растения. Те же самые фуксии. Та же самая пеларгония, которую вы не можете зимой сохранить. Использование мультиспектральной лампы избавит вас от многих проблем. Дорогие друзья, я сделала обзор по каждому виду ламп отдельным видео. Я хочу, чтобы канал Марина Цветы был для вас профессиональным подспорьем. Это канал Библиотека Знаний. Более тысячи видео я предоставила вам о выращивании обычных и необычных растений. Я сотрудничаю с профессиональными садоводами, агрономами, цветоводами. Теперь я сотрудничаю с профессиональными физиками. Это все для вас, дорогие друзья. Для того, чтобы вы были не разочарованы. Для того, чтобы вы... Вот купить даже три лампы или определитесь, какой вам спектр очень важен. Например, только для проращивания семян. Опять повторяю, используем лампу фол. И выращивание рассады, подращивание рассады. И лампа биоколор. И в принципе вам достаточно. Если вы хотите на стеллаж выставить сотню рассады, вы купите вот такую лампу линейную. А если у вас вот такие прекрасные нежные растения, вы украшаете веранду, террасу, вы черенкуете вербену, вы черенкуете сурфинию. Ну, огромное количество растений. Купите вот такую мультиспектральную лампу. И вы уже знаете, каждый спектр на какой фазе нужен. Еще раз аккумулируем внимательно. Синий спектр, это корневая система и зеленая масса в начале вегетации. Все салаты, все луки, декоративные луки, тюльпаны. Все, что вот начальная фаза, это синий спектр. Красный спектр, это уже подготовка растения к цветению и плодоношению. Закладка почек, бутонок, нектара, это все красный спектр. Белый свет нужен растению в период прорастания из семян в начальной фазе. Для того, чтобы избежать грибковых заболеваний, вирусных, бактериальных, белый свет, спектр, он тоже губителен, влияет на это все. Желтый и зеленый спектр практически растениям не нужен. Растение, как человек, нуждается в кислороде. И лампы, фитолампы компании Минифермер помогают растению из углекислого газа вырабатывать кислород.